Очередная лекция по интернету вещей. Добрый день. И в данной лекции пойдет речь о беспроводных сетях, к которым в частности относятся Wi-Fi. Значит термин Wi-Fi не считается каким-либо сокращением, он восходит к термину Hi-Fi, High Fidelity, то есть среда для качественной передачи звука. Вместо Hi, Wi-Fi означает, что это Wireless Fidelity, то есть переводится в целом как среда беспроводной передачи информации или просто беспроводная передача информации. Значит также вместо Wi-Fi можно равнозначно использовать Wireless Local Area Network, сокращение WLAN, то есть Wi-LAN Technology. Типичная радиочастота, на которой передается информация, это 2,4 ГГц и 5 ГГц. Ну и включают в себе множество различных каналов. Значит стандарт передачи информации IEEE 802.11, то есть на основе передачи последовательности битов, ну на уровне Ethernet, да, будем так говорить, с избеганием коллизий. Вот началась разработка этого стандарта в 90-х годах, и первый стандарт появился в 97-м году. Ну и дальше, соответственно, развивался. Значит теоретическое ограничение по скорости передачи это 1 Гбит в секунду. Ну для частоты 2,5 ГГц, вполне понятно почему. Вот, начинки еще стандарта появились. Значит первоначально его назывался 82.11b, потом, соответственно, A, G, N, и вот сейчас развивается AC стандарт со скоростью 1 Гбит в секунду. Ну вот это характеристики передачи информации, то есть по горизонтали это вариант стандарта, а по вертикали различные характеристики. Ну вот, например, стандарт 82.11b Значит, возник в 1999 году. Значит, предполагал частотный диапазон 2,4 ГГц. Вот сейчас наиболее распространен, ну в России, по крайней мере, вот такой стандарт 2,4-5 ГГц с скоростью передачи до 600 Мбит в секунду. Вот, это расстояние, то есть фут, чтобы футы перевести в дюймы, нужно разделить примерно на 3, то есть здесь 50 метров дальность, здесь 100, примерно, чуть меньше, ну и так далее, здесь 30 метров. Это что касается внутри здания, а снаружи здания, ну, соответственно, больше, то есть 100 метров, то есть примерно в 4 раза. Ну, естественно, прямая видимость, да, потому что частоты высокие, и они не проникают сквозь препятствия радиоволны этой частоты. Значит, для передачи информации, значит, ну вот каждый марфризатор вот дома стоит, да, его нужно настраивать на определенный канал, так называемый, вот, скажем, вот, С1, С2 и так далее, С13. Вот, у меня, например, дома на С11 настроен, потому что, как правило, на него мало кто настраивает. Значит, суть вот этого разделения на каналы, ну, вот, один маршрутизатор занимает полосу пропускания 22 МГц, то есть, соответственно, 2,437 минус 22, минус 11 МГц, то есть и плюс 11 МГц. То есть, вот, 2,437 минус 26, ну, и 2,448 получается, вот этот диапазон. Ну, да, кстати, видите, 47, 8. То есть, если у вас, у ближайшего соседа, да, ну, скажем, за стеной стоит тоже маршрутизатор, предположим, настроенный на канал 1, а сосед с другой стороны, например, на 11 канал настроен, да, то вам выгодно поставить на 6 канал. То есть, эти 2, то есть, эти 3 канала, они не будут иметь пересечения. Вот, а соседи там снизу, скажем, четырьмя этажами они ниже, так как сигнал имеет свойство поглощаться, да, в окружающей среде, то есть, терять свою интенсивность, они могут находиться на каких-то каналах, которые имеют пересечения с вашими. Есть специальные, кстати, даже приложения, на смартфонах можно установить, и смартфон будет зондировать используемые каналы и показывать интенсивное взаимодействие на этих каналах. Вот, частотный диапазон 5 ГГц, он вообще достаточно редко по моим наблюдениям используется. И если у вас, вы купили марштизатор на 5 ГГц, вот, может быть, имеет смысл, соответственно, его протестировать. Но, с другой стороны, не все смартфоны, ну, особенно те, которые подешевле, или Wi-Fi адаптеры компьютеров, они могут работать с этим 5 ГГц диапазоном. Ну, в общем, вот, пользуясь этой информацией, можно дома сеть настроить. Проблема, существует еще одна, что в этом же частотном диапазоне находятся, вот, вот, 2,5 ГГц, да, находятся также другие устройства мышки, клавиатуры, вот, различные системы передачи информации от датчиков, микроконтроллеры, они, опять же, используют различные частотные диапазоны и различную интенсивность передачи информации. Поэтому, проблема, вообще говоря, качественной организации сети на основе радиоканалов, она довольно непростая. И вот, довольно даже интересно, так сказать, порадоваться тому факту, что мы можем вот домой притащить муфтизатор, настроить, у нас все будет работать. Хотя и не должно, потому что очень много устройств, как раз, задействовано в этих каналах. Значит, инфраструктура обеспечения доступа к интернет-ресурсам, например, либо там к ресурсам уплощенного хранилища, ну, если мы, так скажем, остаемся в рамках вопроса интернета Things, в общем случае выглядит следующим образом. Значит, все базируется на основе вот этой желтой конструкции, которая называется «Система распределения». Тут нам больше написать, что система распределения и доступа к внешним ресурсам. То есть это, скажем так, экосистема, которая обеспечивает взаимодействие между различными подсетями, ну, и интернетом одновременно. И тут, кстати, внутри могут встраиваться, как раз, и облачное хранилище, ну, если вы разрабатываете какую-то локальную систему интернет-ресурсам. Введены в области Wi-Fi следующее обозначение, то есть это Station, то есть это какой-то элемент вот этой вот вайлес-сети, беспроводной сети, взаимодействующей с другим, значит, элементом вайлес-сети. И обычно Station обозначают именно те устройства, которые получают информацию. Ну, в целом. Понятно, что некоторые пакеты идут от наших смартфонов в сеть, и мы, например, когда фотографии пересылаем, да, в сеть, соответственно, мы передаем информацию. Но чаще мы смотрим на смартфон, закачиваем какую-то информацию. То есть, скорее всего, в каждый конкретный момент времени вероятность того, что мы закачиваем, намного выше, чем мы что-то туда забрасываем. Поэтому Station обозначает, как правило, вот эти элементы. То есть смартфоны и компьютеры, подключенные к Wi-Fi. Значит, они подключаются к точке доступа. Access Point. Это вот, собственно, им может выступать ваш маршрутизатор, а может выступать некоторая инфраструктура, вот ESS, то есть набор маршрутизаторов, которые имеют одно и то же название в виде точки доступа. Значит, каждый маршрутизатор идентифицируется своим вот этим BSS, то есть Basic Service Set, то есть набор основных сервисов. То есть на этой картинке BSS обозначена среда, но, в принципе, так как функционирование этой сети, а именно передача информации, вот эта точка доступа у нас обеспечивается, поэтому мы можем, в принципе, эту точку доступа ссоциировать с этим BSS. То есть, вот, ну, скажем так, BSS – это некоторый MAC-адрес вот этого, от этой точки доступа. Ну, вот для того, чтобы человеку было проще ориентироваться, он уже использует в основном названия, да, например, DNS, подобные вещи, которые по смыслу воспринимаются его мозгом, значит, удобно назвать вот эти точки доступа какими-то конкретными именами, и вот на самом деле вот это название, оно просто ассоциируется с этим BSS. Ну, процесс поинт я уже сказал, значит, портал, у нас есть вот одна сеть, там, основанная на протоколе Wi-Fi, да, ну, на принципах Wi-Fi, есть другая сеть, и вот передача информации из одной в другую идут через вот этот вот самый портал, то есть это мост между двумя сетями, может быть проводными, может быть не беспроводными. Значит, как в каждом конкретном случае организовывать сеть зависит от, скажем так, владельца сети, скажем, больших учреждениях для того, чтобы не парить мозг перемещающимся сотрудникам, например, все точки доступа делают с одним названием, ну, скажем, вот я никогда такую сеть не настраивал, могу даже, не могу даже консультировать по этому поводу, но я думаю, что это вполне можно где-то этому научиться. Каким образом происходит регистрация нашего ста, то есть нашей станции в сети? Тоже у нас есть два маршрутизатора, и вот первым делом в режиме пассивного сканирования сетей наш хост, ну, здесь хост, да, можно назвать рабочая станция, она посылает сообщения, а, тут наоборот, кстати, то есть точки доступа периодически посылает сообщения о том, что в их сети можно зарегистрироваться, причем это не обязательно с шифрованием, не шифрованием, есть просто приглашение о том, что я вот существую, да, ко мне можно, в принципе, как-то подключиться, ну, и дальше хост уже делает запрос на выбранную точку доступа, ну, если хост раньше не подключался, там, ни к первой, ни к второй, то, как правило, сам он этого не делает, если специальные скрипты там не запущены, обычно пользователь, ну, скажем, операционная система Windows, там, или Linux, предоставляет интерфейс выбора точки доступа, какой подключаться, и после того, как пользователь выбрал, он, сетевой адаптер посылает, ну, или там, операционная система посылает сообщение на точку доступа по этому BSS, да, о том, что он хочет зарегистрироваться, хост, и получает ответ о том, что можно зарегистрироваться там, или нельзя зарегистрироваться, и второй вариант регистрации, хост посылает широкое тщательное сообщение, то есть, он здесь уже активную позицию такую занимает, и это широкое тщательное там, broadcast или multi-cast, ну, так как сеть-то передачи беспроводная, то есть, радио, она обладает свойствами именно broadcast, да, то есть, все принимают сигналы, спущенные каким-то одним источником, если он дойдет до него, да, ну, хватит мощности, поэтому хост 1 посылает широкое тщательное сообщение о том, что, типа, вот я здесь, и на это широкое тщательное сообщение, обе точки доступа посылает ответ о том, что к ним можно подключиться, ну, и потом происходит все то же самое, что в первом случае, то есть, выбор точки доступа и подключение непосредственно. разработкой стандарта занимается Wi-Fi Alliance IEEE, давайте, вот принципы, на которых производится это развитие, они вот на этом слайде приведены, то есть, прежде всего, это, этот Alliance является общественной организацией, не преследующей целью зарабатывать деньги, в отличие от ZIGBY, кстати, наверное, потом в этом речь пойдет, занимается сертификацией, обеспечивая полноценное взаимодействие устройств, выпускаемых различными производителями, вендорами. Они занимаются сертификацией продуктов, то есть, они и платформой, и маркетингом занимаются, и одна из задач это очень такие скрупулезные тестирования в соответствии с стандартом. производится именно тестирование оборудования на совместимость. То есть, очень ответственная организация. И каждый, кто выпускает продукцию такую, значит, он, по идее, должен получить сертификат в соответствии. Вот, обращаю внимание, ну, такой типичный вид сертификата, и вот здесь вот есть такая строчка категории, да, то есть, access point. То есть, не все устройства, которые покупаете, да, относящиеся к Wi-Fi, могут выполнять access point функции. То есть, есть только приемники, есть устройства, работающие, скажем, только на частоте 2 и 4, там, на гигагерц, да, какие-то работают, скажем, на двух частотах, поэтому при покупке очень важно смотреть эти сертификации. более того, например, на коробке с каким-нибудь, ну, типа свистком, да, то есть, Wi-Fi адаптером на USB для компьютера написано, что он поддерживает функции access point, это совсем не означает, что, если особенно этот свисток, да, это устройство, адаптер, является достаточно новым, потому что для него есть полноценный драйвер, выполняющий функции access point, для ринукса производители в основном выпускают и поддерживают в ядре, да, то есть, среди ядреных модулей основных драйвера для Wi-Fi устройств, не обеспечивающих полноценную функцию access point, и существует на гитхабе, например, в частности, много таких проектов, ну, практически по каждому из таких устройств, где есть специализированные расширения этих драйверов, направленные на какую-либо там поддержку точек доступа. такая проблема возникает, например, если вы хотите, например, на каких-то устройствах типа OrangePay или RaspberryPay сделать точку доступа путем комбинирования вот этого устройства и USB-шного Wi-Fi адаптера. То есть, таким проблем можно встретиться. Придется, например, компилировать собственный модуль. Не писать его, компилировать. Взработаны также специальные вот такие отметки, да, еще и хлопья называют символы, да, на коробке можете встретить, что данный адаптер поддерживает такие-то стандарты, то есть A, B, G, N или вот такой, наиболее распространен вариант. Ну, стандарт A, по-моему, это, насколько я помню, что им довольно давно уже, точнее, он работает, но просто разница между A, B и G, она была существенна, по-моему, B поддерживал только сети типа ad hoc, ну, то есть, специально для данного случая, то есть, взаимодействие между двумя вот этими конечными устройствами, вот, вот это G, это то же самое, что A, только работающий на более высокой частоте, до 56 мегабит в секунду, N, соответственно, 600 мегабит в секунду, ну, а C, это, то есть, это все, вот эти вот стандарты A, G, N и AC, это уже то, что имеет взаимодействие, то есть, сеть строится на основе вот этой точек доступа и вот этих вот сетевых инфраструктур, если я ничего не путаю, могу путать только A и B, это можно посмотреть на Википедии в чатах. Значит, здесь показано две, два принципиальных подхода отличных друг от друга, да, по строительству сетей, то есть, если сети Wi-Fi строится с выходом на какие-то внешние ресурсы, ее называют значит, сетью инфраструктуры, ну, типа, вот, какая-то часть, то есть, это сеть проводная, да, на основе передачи информации по проводам, это какие-то беспроводные сети со своими, значит, порталами сюда, либо точками доступа, вот, но важно то, что они, как бы, то есть, эта сеть, например, вот между этим ноутбуком и смартфоном, она преследует целью обеспечения взаимодействия с какими-то внешними ресурсами, ну, в частности, интернет, иногда нужно решить задачи номер передачи информации из одного смартфона в другой без использования сети, то для этого строятся вот эти вот Ad-Hoc сети, то есть, сети специального для конкретного случая, значит, они могут строиться на принципах прямого взаимодействия между элементами этой сети, могут быть и косвенные для того, чтобы передать информацию с верхнего в нижний смартфон, необходимо передать через какой-то третий смартфон. Ну, вот, собственно, здесь обозначает, что такое термин Ad-Hoc, значит, не требует никаких дополнительных маршрутизаторов, каких-то там вышек для приема-передачи информации внутри каких-то там сотовых сетей, ну, такие сети можно также назвать Manet, то есть Mobile Ad-Hoc Networks. и вот как я сказал, что взаимодействие обеспечивается передачей там через какие-то третьи элементы. Значит, о них стали очень активно говорить, когда появился стандарт Bluetooth, потому что стандарт Bluetooth версии там 1.0 он предполагал, что из Bluetooth устройств, ну, то есть, если мы их используем для передачи, ну, типа интернет-трафика или ему подобного, то есть, не для обеспечения работы клавиатуры, там, мышки, каких-то там носимых устройств, вот, то из-за достаточно короткого радиуса действия Bluetooth адаптеров, значит, стандарт была встроена вот эта технология организации Adhoc сетей и передачи информации через какие-то третьи узлы, между двумя вот этими. Вот. И, опять же, вот если рассматривать общий случай сетей не обязательно Adhoc, а вообще сетей на основе wireless протоколов, то есть, беспроводных, отличающиеся от проводных тем, что структура сети довольно часто меняется, то есть, какие-то устройства добавляются, какие-то устройства исчезают, там, следствие, например, разряда батарейки или еще каких-то там причин, в общем, необходимо постоянно перестраивать вот эти маршруты. И для этого, в частности, разработали специальные инструменты, которые занимаются маршрутизацией пакетов. Ну и вот для таких постоянно изменяющихся сетей, в данном случае в качестве примера взята вот Adhoc-сеть для специального случая, используют следующий инструмент. Во-первых, инструмент, который называется Neighbor Discovery, один из вариантов мы уже посмотрели, когда новые 100 устройств, то есть станция пытается зарегистрироваться в какой-нибудь BSS-среде, подключить за какой-нибудь маршрутизатором, то есть к точке доступа. Вот. Цель вот этого Neighbor Discovery заключается в том, чтобы определить существование некоторого устройства в некоторой сети и как-то себя таким образом обозначить. Причем, кстати, этот Neighbor Discovery не только в сетях радио работает, но и в сетях Ethernet, например, IPv6 функционирует таким вот образом. И вот это ARP протокол, в том числе, который ставит соответствие IPv4 адрес MAC адресу. Там примерно такая же конструкция работает. Вот. И второй этап это, собственно, каким образом осуществить маршрутизацию, то есть организовать. Вот тут существует три таких вида протоколов маршрутизации. Первый называется класс, к которому относятся проактивные, второеактивные, третье географические. Последовательно их рассмотрим. проактивные. Они организуют маршруты до того, как в них будет производиться передача информации между узлами. Ну, в частности, нас интересует каким образом передать информацию от узла А в узел Д. Так вот, перед тем, как мы эту передачу будем осуществлять, сеть уже к этому моменту будет построена. Значит, каким это образом делается? Ну, при помощи вот этих вот Neighbor Discovery сообщений, значит, вот эти узлы А и Б, они показывают друг другу о существовании. Вот этот LinkState, ну, скажем так, часть протокола, называется LinkState, то есть, например, А посылает сообщение в некоторый канал, мультикастинговое, да, сообщение о том, что я существую. Если Б примет, точнее, даже не так, Б в ответ на все сообщения из всех каналов, которые ему приходят, о том, что типа я существую, он в ответ говорит, что я тоже существую, посылая уже по адресу А, ну, там, по МАК-адресу или еще как-то сообщение, ну, соответственно, для А там и для С. Вот, и потом на следующих этапах взаимодействия, то есть, вот они договариваются, А и Б, что будут считать себя существующими и наличие вот этого между ними, наличие вот этой вот связи между ними. Дальше, информация о существовании связи передается во все узлы, ну, то есть, вот, потому что связь А и Б существуют, передается по связи в узел С, по связи Б и С, ну, то есть, зная, что и Б и С тоже существуют. Ну, и так далее. То есть, постепенно каждый узел в этой сети начинает хранить информацию о том, какие связи вообще существуют. То есть, в каждом узле есть информация о том, какая структура в этой сети организуется. И вот в процессе передачи этой информации опять же осуществляется, например, оптимизация маршрутов, скажем, если между А и С была бы дополнительная связь, да, то, да, на слайде на следующем есть, и она имела бы какие-то более приличные характеристики, ну, например, метрика меньше, да, ну, под метрикой понимается некоторая логическая характеристика расстояние между узлами и скорость передачи информации между ними, то, соответственно, мы можем постепенно устроить оптимальные маршруты, или оптимизированные, потом, почему я говорю оптимизированные, потому что сеть-то динамическая, то есть у нас постоянно все перестраивается, и нужно некоторое время для построения оптимального маршрута. ну, и используется в основном для самый известный протокол, проактивный LinkState протокол, это OSPF, реализующий построение минимального пути при помощи алгоритма Dijkstra. Вот, реактивные протоколы, они осуществляют реализацию маршрутизации, построения маршрутов, только в процессе необходимости передачи информации, то есть вначале ничего не происходит, потом, когда один узел решает передать информацию в другом узлу, перед этим непосредственно строят этот самый маршрут. Ну, и на один из таких протоколов относится к классу Dynamic Source Road, то есть динамические маршрутизации, исходя из начального узла. Значит, поиск пути осуществляется цепочкой Broadcast сообщений широковещательных, они называются Roller Request RRQ, и в ответ получает сообщение Roller Reply месседжи сообщения. сейчас там будет картинка, там будет более-менее понятно. в каждом сообщении передаваемом на следующий неизвестный узел содержится информация о всем пройденном этим сообщением пути. Это позволяет как раз объединять промежуточные узлы в некоторый путь в обратном направлении. на этом примере нужно передать информацию из узла S в D то есть S скорее всего как Source расшифровывается Data Destination ну и первым делом S то есть маршрутизатор посылает сообщение всем смежным узлам информацию о том что я хочу построить маршрут до узла D вот собственно это сообщение посылает потом каждый узел посылает такие же сообщения и дальше ну и какие могут быть здесь проблемы ну вот узел H принял два сообщения B из B и из C значит здесь может возникнуть проблема то есть какой из этих путей лучше выбора ну то есть вот если мы будем пересылать из H там в A B и C в A вот какой мы будем выбрать через C или через B вот в чем вопрос в C узел да в предыдущем на предыдущем слайде C передал дальше в G например да ну там в E и в H сообщение вот так как из G и из H опять новое сообщение о том что строится маршрут опять в C попадает эти маршруты C игнорирует потому что он уже однажды передал это сообщение дальше ну и вот рано или поздно в D приходит вот это сообщение в реку причем приходит их два то есть один идет через G и другой идет через K и вот D может маршрутизатор решить собственно какой путь использовать в качестве передачи информации окончательной то есть через G или через K значит L в данном случае не является целевой так сказать вершиной и он соответственно игнорирует необходимость построения решающего пути ну собственно после цепочки таких вот broadcast сообщений и ответов то есть в broadcast сообщений встроится вот этот вот ответ включающий себя весь пройденный путь ну то есть получается это одно из сообщений дошедших до D ну и в конце концов мы уже через эти узлы передаем информацию между S и D здесь представлены так скажем положительные отрицательные свойства реактивные реактивный подход позволяет не загружать сеть какими-то левыми пакетами для того чтобы самонастраиваться да вот и ждать до того момента только когда нам собственно необходимо передавать информацию то есть канал забивается большим количеством сообщений в процессе как раз построения решающего пути маршрута да но это в свою очередь может привести именно забиванию канала сообщениями то есть флудингу вот а про активные значит у них положительный момент заключается в том что информация маршрутизации она практически всегда доступна ну с момента формирования каких-либо маршрутов нет необходимости перед тем как мы передаем информацию находить этот самый маршрут ну и если внутри сети очень часто меняется структура то есть какие-то узлы добавляются убавляются да то достаточно много трафика тратится как раз на саму организацию но это как бы достоинство недостаток смотреть надо количество обновлений графическая маршрутизация но это в качестве примера можно брать сотовые вышки то есть каждая сотовая вышка у нас имеет некоторую координату и эти координаты известны другим сотовым вышкам поэтому мы можем процесс маршрутизации описывать как процесс передачи информации значит на ту вышку которая ближе к целевому например услуг ну и в качестве источника информации о координатах могут выступать GPS системы например что мы из источника значит в целевой узел пытаемся передать информацию и выбираем ближайший ближайшую вышку используя некоторые жадные алгоритмы известное свойство жадного алгоритма что он вообще говоря не является гарантирующим в смысле возможности найти решение даже даже если оно существует но тем не менее в большинстве случаев он довольно вполне приятно хорошо работает есть вариант построения маршрутов с использованием комбинаций вот этих географических подходов то есть часть маршрута строится географически а потом например в некотором некоторой подсети можно использовать широковещательное сообщение в виде DSR Dynamic Source Routing чтобы находить нужный нам узел на этом эта лекция заканчивается я там не знаю есть ли там продолжение имеет смысл добавлять сюда в виде цельной лекции но я думаю что лучше наверное отдельно сделать спасибо за внимание до новых встреч